Приветствую вас. Эффективные техники, средства, конечно, есть, но какие именно, какие конкретно, я полагаю, что нужно разбираться уже непосредственно с вами. Кто-то лучше осваивает когнитивную историю, когнитивно-поведенческую историю, кто-то лучше осваивает чувственное взаимодействие, кто-то лучше осваивает экзистенциальное, например, психоаналитическое. Бывает история, что человеку помогает и НЛП, хотя уже давно доказано, что НЛП проблемы не решает, только помогает устранить симптомы. Так что, на мой взгляд, здесь ситуация заключается в том, что вам нужно провести... С вами нужно поговорить, вас нужно узнать, и тогда уже, я думаю, можно будет подобрать и соответствующее направление. Вот. Я думаю, что вам лучше всего будет работать именно с чувствами. Вот. Именно с чувствами, именно работа с чувствами, с эмоциями, с личными границами. Ну вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, освобождение от страхов и преодоление проживания этих травм. То есть, травма... Это не то, что вас снимают за один или за два раза. Травма прорабатывается, это, что называется, в гештальте, регрессия. То есть, вы возвращаетесь вот в тот эпизод, и снова, и снова переживаете его, пока он перестает вызывать у вас... Амммм. Аммм. Аммм... Значит... Пока он не перестает вызывать у вас... Аммм... страх. Вот. Так что, здесь... Аммм... История именно... Такая... Понимаете так... Вот. Какого-то конкретного решения нет, но по отчувствиям я могу порекомендовать вам книгу Фредерика Первого за практикум по гестальтерапии, которая позволит вам именно раскрыть свои чувства на первых этапах, позволит вам расширить свой эмоциональный спектр и, соответственно, на нем несколько лучше ориентироваться в том, чего вы хотите и для чего. Сейчас основная ваша проблема заключается в том, что вы хотите сепарироваться, но сепарироваться вы хотите именно для того, чтобы освободиться от родителей, при этом с родителем у вас отношения очень плохие. И в такой ситуации я бы не рекомендовал вам именно сепарироваться, а сначала все же наладить отношения с родителями, обретить какую-то внутреннюю гармонию и уже потом, соответственно, сепарироваться. Зато сепарация здесь получается слишком много значимости для вас имеет, что не может не вредить и не оказывает негативное влияние на то, что вы, к примеру, будете делать в дальнейшем. Вот. С другой стороны, если ситуация совсем уж тяжелая, то, может быть, и нужно сепарироваться, но работу внутреннюю над собой это не отменяет. Я думаю, что соглашусь со своими коллегами в том смысле, что подтвержу их мнение о том, что абсолютно невозможно проработать самостоятельно свою собственную психотраву. Может это сделать только специалист, только психотрава, психотрава, психолог. Вот. Какой метод вы выберете, это уже зависит от вас. Но, как правило, для именно проработки психотравмы используется психоанализ, как наиболее эффективный, на мой взгляд, в этом, соответственно, способ. Вот. Сюда личный границ, то здесь используются гуманистически ориентированные методики, то есть это лично-ориентированный подход, культурно-исторический и лично-ориентированный подход. Вот. Но, опять же, все это делается исключительно только контекстом. То есть, чечение литературы, применение каких-то на как-то навыков вам вряд ли поможет. Что вы можете попробовать, пожалуй, сами, сами это расстановки, расстановки по Хеллингеру. Вот. Расстановки по Хеллингеру. Вот. Семейные, иногда их еще называют семейные расстановки. Вот. Я полагаю, что так. Подробнее вы можете почитать об этом, например, в психодраме. Вот. Также я рекомендую вам исследовать треугольник Карпмана. Это очень полезная история в вашем случае, в любом случае поможет. Также я рекомендую вам самостоятельно, это все самостоятельно, да, изучить паузу свободы. Вот. Это те средства, которые вам помогут. То есть, книга Фредерика Первого за практику по гистерапии. Это первое. Это первое и самое важное. Второе. Это, значит, треугольник Карпмана. То есть, именно в такой последовательности. Сперва книга, потом треугольник Карпмана, потом пауза свободы, и потом расстановка. Вот. Ну, опять же, это то, что я могу порекомендовать вам для самостоятельной работы. Я не думаю, что вам, не уверен, что вам это поможет, но если у вас нет средств, то вот это в качестве, так сказать, первой помощи вам поможет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Субтитры создал DimaTorzok